Чтобы сердце россиян билось без остановки, дефибрилляторы повсеместно предлагается устанавливать в общественных местах. Теперь спасать жизни смогут и сами прохожие. Кстати, пользоваться этими инструментами предлагают даже без особой подготовки. В метро, стадионах, учебных заведениях это проект Минпромторга, сейчас он представлен Минздравом. Но, впрочем, ведомство готово поставить на поток производство этого оборудования. И насколько сложно или наоборот просто будет использовать этот прибор без подготовки, проверил мой коллега Саша Кишин. Человек теряет потихонечку сознание, падает. Не знаю, да? Да, 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 да. Как-то так оседает. Ну и предположим, что кто-то ему пытается помочь. Первое, что приходится сделать, это положить человека, задрать грудную клетку. Мне уже принесли дефибриллятор. Моя задача правильно наложить электроды. Электроды одноразовые, в принципе, все делается легко. И просто на электродах есть соответствующие наклейки. Это делается достаточно легко. После этого берется прибор. А как понять, куда наклейки вот эти делать? Эти наклейки, на них на самих электродах все нарисовано. Значит, сейчас я включаю прибор. Прибор мне говорит о том, что надо проверить электроды. И сейчас происходит анализ ритма. Соответственно, мы сейчас видим электрокардиограмму. Дефибрилляция в данном случае не показана. Однако, если бы она была нужна, и сейчас мы попытаемся сымитировать эту ситуацию. Александр, вставайте. Спасибо вам за помощь. Однако, если бы дефибрилляция была нужна, то прибор... Да, кстати говоря, обратите, пожалуйста, внимание. Прибор показывает правильное действие спасателя. Если спасатель подготовлен, ну, как только что мы продемонстрировали, это все делается, ну, в общем-то, автоматически. Ну, то есть, с помощью этого мультика даже тот человек, кто не умеет ничего сделать, сможет. Вот. Если я сейчас возьму... Подключу к имитатору сигнала. Обнаружена фибрилляция. Требуется разряд. Накопление инер... Нажмите кнопку разряд. Разряд выполнен. Сердечная ногочная реанимация. И дефибриллятор подсказывает правильную последовательность действий. Естественно, должно быть максимальное количество людей, которые умеют оказывать помощь и с помощью такого прибора, и самое главное, потом проводить непрямой массаж сердца, искусственное дыхание. При необходимости, соответственно, должна работать вся инфраструктура. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...